В последнюю неделю ноября в республике зафиксировали превышение показателя заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Продолжается ли динамика роста заболеваемости и есть ли угроза превышения эпидемического порога, выяснял Иван Подойницин. На примере одного из округов города специалисты педиатрического отделения сообщили, что ситуация по острым респираторным вирусам на уровне среднестатистических данных, а незначительный рост, пока что соответствует прошлогоднему. Было небольшое повышение заболеваемости у ребятишек три недели назад, но за последние две недели ситуация стабилизировалась. Конкретно к резкому подъему тенденции у нас нет. Из заболевших, если по возрастам, то конечно у нас болеют дети дошкольного возраста. В основном это ребятишки, посещающие детский сад от трех до шести лет. В основном, конечно, заболевают дети, которые вообще не получали вакцинации. Несмотря на то, что постепенно и еженедельно количество обращений граждан с ОРВИ увеличивается, Роспотребнадзор по республике Саха-Якутия констатирует, что все скачки пока что в пределах не превышающих эпидемические нормы. Ранее отмеченная и текущая динамика – это сезонное явление. В городе Якутске где-то 3846 человек заболело, а по республике 6806. Это средние данные, которые характерны для данного периода года. В основном болеют дети до 80%, и среди них в основном болеют от нуля до двух и с трёх до шести лет в возрасте дети. По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов, заболеваемость ОРВИ на данный момент не гриппозные теологии. Ожидаемый рост острых респираторных заболеваний прогнозируется в январе и феврале.